И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас очередной игровой видеоролик, который посвящен одному очень интересному вооружению. Как вы знаете, недавно, может месяц, может два назад, у нас было подобное что-то интересное сочетание. Именно ВАСПА ТВИНС, это самая лютая, жёсткая табуретка. Но сегодня у нас суть вся не в самом сочетании, а в устройстве на ТВИНСЕ. Это устройство, которое у нас называется Тяжёлый Плазмомёт. Сегодня поиграем именно с ним, посмотрим, насколько хорошо он будет смотреться вообще в матчмейкинге. Последнее обновление, которое у нас было связано с изменением в балансе определённых устройств. Данное устройство апнули, ну и посмотрим, что оно вообще из себя представляет. Сыграем пару-тройку каточек в матчмейкинге, в захвате флагов, в контроле точек. Ну и посмотрим, что у нас вообще из этого всего получится. Понятное дело, что данное вооружение не будет нагибать на всех картах, потому что данный ТВИНС эффективен на маленькой дистанции. Но посмотрим, что из этого получится. Понятное дело, если я буду играть на каких-то больших дальних расстояниях, то ничего хорошего у меня не выйдет. Поэтому буду больше сближаться с противником и надеяться на то, что мне удастся наносить довольно большое количество урона. Один шарик наносит по почти 600 урона и это, конечно, жёстко. Если честно, просто нужно как можно больше сближаться. И, конечно, вы видите, насколько медленно летят данные интересные шарики. Поэтому именно я и выбрал довольно-таки лёгкий корпус. Дабы можно было бы попроще всё это дело реализовать. Плюс ко всему, вчера у меня выпал ещё Wasp XT. Кто не видел, тот может ещё перейти на стрим посмотреть. Ну и к этому всему интересному сочетанию, конечно же, у меня выпало ещё и... Вернее, не выпало, а выпало устройство на корпус, на именно Waspik. Кто не видел, тоже может позыркать. Ну и, друзья, конечно же, забыл я вам сказать, если вам нравятся игровые видеоролики, не забывайте обязательно поддерживать их лайком. Ну а я, в свою очередь, буду пытаться их выпускать как можно, как можно чаще. Лёня Маликов тут уже флажочек увозит. Ну а я буду пытаться наносить как можно больше дэмэджа по противнику. Понятное дело, что сочетание не является таким уж прям сверхприятным и сверхнагибаторским, потому что ещё и сплэш урон у данного твинса имеется, и желательно максимально близко противника к себе не подпускать, дабы не получать дополнительный лишний урон. Но всё же будем пытаться, будем стараться что-то сделать. Надо ещё немножко привыкнуть к полёту данных твинсинок, которые летят довольно-таки медленно. Поэтому давайте пробовать сейчас увозить флажочек. Я думаю, что... Ой, я с какого-то увозил яфак. Тупо увёз. Ну и сплэш... Ой, не сплэш урон, говорю, сила удара у твинса данного тоже довольно-таки неплохая. Я там в бочину сейчас себе настреливал. Откидывало довольно-таки неплохо. Если бы чуть-чуть кто-нибудь мне ещё там помог бы, каким выстрелом, я думаю, что можно было бы даже перевернуться. За счёт такого интересного жёсткого твинса. Противник, я так понимаю, один уже взял даже резист от данного твинсика. Ну и видите, как сейчас, например, меня спасла защита. Хотя она и является не такой прям жёсткой. 50% всего лишь от горения. Но всё же с ним горит довольно-таки печально танчик. И спасает довольно-таки неплохо. Отличную бомбу сейчас реализовал. Ну и пытаемся вытягивать. Конечно же, главное выиграть катку. Занять в ней ещё и постараться первое место. Если уж первое место не занять, то главное, конечно, выиграть. Быть в топе 2, чтобы поднять ещё и дополнительно 6 звёздочек. Леонид там улетает. Но я в свою очередь, наверное, покидаю здесь урон. А, здесь бомбы. О, здесь бомбочка. Здесь у нас такой вот интересный куполочек стоит. Но доставка будет, не будет. А, флаг пытается уехать. Я понял. Вижу. Внимательно. Сливаю. Возвращаю. Ну и 2.0. Не самая удобная карта, если бы здесь была бы какая-нибудь... Маленькая такая-нибудь песочница. Или какой-нибудь там сандальчик. Сандальчик. Редалер. Я думаю, что было бы немножко поприятнее в этом плане. Но я думаю, что скатаем ещё каточку в контроле точек. Там, скорее всего, упадёт не такая большая здоровенная карта. И там будет немножечко-немножечко поприятнее и поудобнее на таком сочетании. Но пока не чувствую себя максимально комфортно. Но урон, который вылетает с каждого твинца, меня, безусловно, радует. То есть там вылетает по 500, грубо говоря, урона. По бездашному, по дашному там по 250 с одной твинсинки. Я считаю, что это очень даже достойно. Если привыкнуть к данному устройству и играть на лёгких корпусах. Да даже на хорьке, если честно, мне кажется, можно было бы поиграть и реализовать довольно-таки неплохо. То это будет работать очень даже эффективно. Одна единственная, наверное, самая большая проблема. Это в том, что у данного твинца имеется самоурон. Ну, не сказать, что он большой, конечно. Но вот видите, например, в данный момент я всё-таки самоуничтожился. У меня было мало хп. И я, к сожалению, самоуничтожился. Леонид там разваливает эти кабины дешёвые. Постоянно увозят флажки. У меня пока что в этом плане не особо получается что-то тянуть. Больше накидываю урона. Но по киллам смотрится довольно неплохо. Если честно, уже 17 киллов есть на таком сочетании интересном. Главное попытаться ещё, может, даже сейчас флажочек вывести. Составлю здесь бомбу на отъезд. Ну и попытаюсь немножечко-немножечко ещё покидать урон. Сплэш урон, заметьте, какой хороший. Всё-таки у данного твинца довольно большой. Поэтому при сближении работает довольно-таки эффективно всё это дело. Давайте стараться продолжать играть в том же темпе, в том же духе. И я надеюсь на то, что всё у нас в этом плане должно получаться. По идее, минута 40 до конца. Сливаем ещё одного молодого человека. Перемещаемся на другого. И сливаем вот этого. Давай, давай, давай. Ай, не добил, к сожалению. Минута до конца, отлично. Вообще всё здесь получается. Я даже, честно говоря, не ожидал, что настолько легко может быть и может складываться данная интересная катка. Но пока всё довольно-таки приятно, приятно, если честно. Единственная проблема, наверное, только в том, что я до сих пор не увёз ни одного флажка. Я бы ещё пару флажков увёз. Бомбочку отличную ставим. И сейчас улетаем просто. Ой-ой-ой. Тупо улетел. Тупо улетел. По-моему, мне кто-то стреляет. Манцуем, 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 манцуем. Манцуем. И ставим. Отлично. Великолепно. Замечательно. Подбираем здесь аптечечку. И там уже последний флажочек. Леонид везёт. Подстрахуем его немножечко, я думаю. Дабы он доставил его. А, ещё и скидка. Великолепная. Как-то так. Довольно неплохо, если честно. Второе место по опыту довольно-таки приятно. Если честно, всё сложилось. Поэтому давайте рассмотрим всю эту ситуацию в контроле точек. Только у меня вот сейчас крит ошибка. Давай я быстро обновлюсь. Быстро обновлюсь. И тогда уже посмотрим, как оно будет показывать себя в контроле точек. Надеюсь, конечно же, на не совсем большую карту. Всё-таки, если будет большая карта, на вас по пенсии будет довольно-таки сложно что-то показать. Поэтому надеемся на небольшую карту. И на попытку отыгрыша либо от вражеского респа, либо от точек довольно близко поиграть. Поставить там бомбу, понакидывать большое количество урона. Я думаю, что должно, по идее, получаться всё это дело реализовывать. Надеемся только на хорошую ткаточку. 25 секунд уже ждём. Надеюсь, сейчас как можно быстрее всё это дело пить. Сочетание довольно-таки прикольное, если честно. По одному бою я могу сказать, что оно даже в каких-то моментах имеет смысл быть. Но больше, наверное, его не стоит расценивать как полноценное вооружение, на котором можно комфортно играть на постоянной основе. Больше это, наверное, фановое вооружение. Но, как вы видите, на нём всё же так же неплохо получается зарабатывать опыт. К сожалению, только вот что-то катку не кидают. Уже минуту ждём. Странно, странно, очень странно, что до сих пор ни одной катки не нашло на протяжении такого долгого времени. Может быть, тайминг не совсем удачный. Онлайн они так много. Либо, может, забагал этот самый матчмейкинг, я не знаю, честно говоря. Бывает всякое, конечно, с этими матчмейкингами происходит. О, сейчас за 7 секунд быстро нашёл. Возможно, баг был. Бывает баг. Можно было там ещё сидеть минуту-две. И катку бы не нашло. Ох ты ж, бог ты ж мой! Ну, это супер карта. Просто великолепная карта как раз для бойни ЦП. Вас по Твинс, Твинс. Слоу-почек. Ох, что же может быть лучше по карте. Хотел маленькую карту, получи бойню. Но это просто великолепно. Я не знаю, честно говоря, что я здесь буду делать на данный период времени в этом бою. Резисты от Твинса тоже у противника имеются. Но хорошо, что был только один релиз. Немножко у меня сейчас что-то подлагнуло. Даже не понял из-за чего. Но будем стараться ехать ближе к Респу, наверное, вражескому. Именно так я смогу только реализовать данное интересное вооружение. Соберем дроповые коробочки. Ну и отправимся прямо сейчас быстро давить, давить и еще раз давить. И надеяться на то, что меня не будет никто там нагибать сверх жестко и переворачивать. Самое главное, конечно, чтобы все дело было без переворотов. Если меня сейчас еще переворачивать, начнет какой-нибудь магнум. Это будет просто ггшечка. Поэтому давайте сейчас сольем одного. Хотя бы вот этого молодого человека. Нифига себе. Вы видите, что делает этого Хантера Жига? Она едет вместо того, чтобы точку захватывать. Она просто едет за мной. Совпадение? Не думаю, если честно. Но катку выигрываем. И это очень-очень даже хорошо, что все получается у нас в этом плане довольно-таки замечательно. Можно вообще, по сути, сделать в этом бою быструю досрочечку. О, ну вот о чем я и говорил. В принципе, рельса в бочину. И у вас по твинс лежит кверху брюхом. Ничего сверхудивительного в этом плане, конечно же, нет. Можно, конечно, было там не подскакивать на этой кочечке. Но я не особо смотрел, не особо контролировал, как ведет мой корпус в том моменте. Поэтому иногда такие ситуации получаются не совсем приятные. Но сейчас главное, наверное, захватить вот эту точку. А там уже отправиться на вражеский резк. И попробовать понакидывать урон. Главное, что здесь... Главное, здесь быстро не выйти на резк. Ой, упор, конечно, зря подъезжал. Бомбочку поставим. Не знаю, сработает или не сработает. Нет, не сработало, к сожалению. Не совсем грамотная позиция была, если честно. Но катку выигрываем довольно жестко. Уже половину точек мы захватили. Я имею в виду по счету. Пока четыре точки под контролем держим. Но вот по опыту пока все очень прискорбно, если честно. Не могу я здесь найти какую-то определенную позицию для отыгрыша на данном интересном вооружении. Зачастую не получается. А, еще и Гаус взял. На отключение расходки. Ну, понятное дело, короче. Меня здесь просто решили немножечко покошмарить. Чтобы у меня точно здесь ничего хорошего не вышло. Но, давайте тогда уж хотя бы досрочку быстрой сделаем. Пикнемся в еще одну катку. И понадеемся, что будет небольшая карта. И там уже попробуем полноценно реализовать данное интересное, замечательное вооружение. Давайте быстро берем точку. И сейчас, может быть, кого-нибудь все-таки зацепим. Кого-нибудь быстренько сольем. Твинцы летят, конечно, медленно. Но какой урон все-таки они наносят. Это ужас. Просто ужас. Просто по 550. Почти по 600 уронов наносит с одного твинцинки. Данная интересная, замечательная пушка. Это, конечно, не может не радовать. 5 точек остается до конца. Отличная досрочка, если честно. Половина времени только данного боя прошло у нас. И уже прямо сейчас можно будет его завершить. 130 опыта. Можно даже попытаться на второе место вылезти еще в этой катке. Если у меня получится, будет вообще неплохо. Сигал, конечно, сейчас не это самое. А, здесь не включает. Прак, который у меня еще и стырил. И меня еще и слили. Все понятно. Ну, как говорится, не судьба. Не судьба, друзья, занять мне второе место. Катка заканчивается. Ну, я, конечно, особо больших ставок на такую катку и не делал. Тут вы сами все понимаете. Данное вооружение под такой боечек. С пинцом, с лоуполком. Довольно тяжело реализовать. Довольно тяжело, чтобы что-то получилось. Но сейчас, если будет что-то средненькое, то будет довольно неплохо. О, Вольфенштейн. Ну, Вольфенштейн. В принципе, в принципе, подходит. Не сказать, что идеально, конечно, подходит. Но подходит в каком-то определенном контексте. Если его более грамотно к респам использовать, то я думаю, что может что-то интересное здесь и получится. Одну точку забираем. Ну, и сейчас давайте поиграем где-нибудь от точек Б, Е. Где-нибудь здесь покрутимся. В надежде, что меня, конечно, не будет никто жестко нагибать. Но тяжело, тяжело. Если честно, тяжело использовать все-таки данное устройство. Непривычно, что твинсинки летят настолько медленно. Даже при том раскладе, что они наносят большое количество урона. Все же непривычно то, что выстрелы летят настолько медленно. Если играть, например, с пинсом на дальность, то там заметно очень изменение. И, понятное дело, что после того, даже как я играю на простом твинсе, на твинсе на дальность, играть на таком твинсе очень-очень непривычно. Но это явно не является какой-то отмазой. Каким-то недостатком, можно так сказать. Просто это непривычно. А так данные твинсы вполне можно отлично реализовывать на определенных картах при правильной игре. Как видите, уже сейчас соточка имеется. Потому что довольно приятная, удобная карта. Главное, просто искать как можно больше противника и пытаться их раздамаживать. За счет того, что и у противника там резиста особо нет. И за счет того, что сама пушка наносит довольно большое количество урона. Можно все это дело довольно-таки неплохо реализовать. Ну и главное, конечно, контролировать точки. Сейчас мы 4 из 5 контролируем. Можно и 5, в принципе, здесь забирать. И пытаться уже додерживать и делать еще одну досрочку в этом бою. И тогда будет вообще все великолепно и замечательно. Как видите, Леня играет здесь на твинсе то на дальности, то на беза. Именно сплэша. Тоже немножко экспериментирует, смотрит. И зачастую вы видите то, что все-таки другой твинс превосходит твинса с тяжелыми снарядами. Но это, наверное, больше связано с тем, что имеются какие-то малейшие неприятности в плане отыгрыша. В плане непривычности. И может быть это как-то играет роль. Но, по сути, наверное, несущественную совсем уж. Поэтому так чисто по пану на таком твинсе скатать тоже точно можно. Но, чтобы я вам говорил там и советовал, типа, покупайте данный твинс, ну, конечно, я этого сказать не могу. Ни в коем случае не сказать, что там это какая-то дикая жесткая имба. Это как-то тоже будет не совсем правильно из моих вкус звучать. Больше это, наверное, такое фановое, веселое и замечательное вооружение, которое можно вот так вот прикольно поиспользовать. То есть, потроллить противника, по ноге булить немножечко, но не использовать его на постоянной основе. Либо же, если у вас, например, там маленькое количество вооружения всяких в гараже, и вы там думаете, купить ли данное устройство. Я думаю, что оно явно того не стоит. Ну, а так чисто по пану, чисто по ноге булить явно можно. Я не знаю, честно говоря, где там Ленчик набирает этот безумный опыт. У него уже почти сотня отрыва от меня имеется. Где он там их ловит, либо там бомбы какие-то грамотные жесткие ставит, либо какие-то точки быстро захватывает, дополнительный опыт хавает. Но пока что у меня, конечно, не получается настолько жестко отыгрывать, как получается у него в данном бою. А катка тем самым уже скорее всего сейчас должна подходить к концу. Три точки мы контролируем. Можно попытаться сейчас забрать четвертую. И закончить данный интересный, замечательный бой с очередной победочкой. И с очередным шестизвездным окончанием интересного данного боя. Какой-то такой вот у нас видеоролик сегодня, друзья, получился. Если он вам понравился, не забывайте прожимать лайк, не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Как я уже сказал, данное вооружение больше является фановым, нежели сверх каким-то имбовым и нагибаторским. Конечно, его можно поиспользовать. Например, даже на том же Харьке, мне кажется, что данный твинс смотрелся бы поприятней. Но все же данное устройство, даже при том апе, которое у него на данный период времени имеется, не доставляет такого сверхудовольствия и сверхжёсткого нагиба, дабы его использовать на постоянной основе. Как-то так. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok